Олтамер галерея Ильи Сорокина проходит в Москве 26 раз. Безусловно, это очень яркое событие. И настоящей жемчужиной нынешнего мероприятия стал целый зал, посвященный празднованию 110-летия со дня основания гаража Его Императорского Величества. Мы постараемся воссоздать всю атмосферу происходящего, чтобы вы все это прочувствовали и, конечно же, увидели своими глазами. Посещение этой выставки в прошлом году многих наверняка расстроило. Несмотря на не менее помпезную экспозицию гаража особого назначения, действительно чего-то уникального и завораживающего там, к сожалению, не было. Казалось, что галерея теряет форму. Но в этот раз организаторы превзошли сами себя. Помимо потрясающих экспонатов, собранных из разных музеев и частных коллекций, о которых мы, конечно, поговорим позже, посетители выставки могли действительно насладиться уникальной подборкой исторических фотографий, относящихся к императорскому гаражу. Да еще и с комментариями, найденными в дневниках свидетелей того времени. Кажущаяся простота скрывает за собой титанический труд людей, которые буквально по крупицам собирали все это богатство на протяжении не одного года. Говоря о гараже его императорского величества, будет неверным показывать только автомобили. Ведь все зарождалось намного раньше появления машин как таковых. Так что начнем знакомство с выставкой с велосипедом. Первый такой экземпляр был приобретен Александром Вторым во время посещения Всемирной выставки в Париже в 1869 году. А катались на нем его сыновья Сергей и Павел Александрович. Вот этот тип велосипеда называется Кастотряс. Собственно говоря, впервые такой тип велосипеда появился как раз в 1865 году. Тогда же был получен патент. И это самый первый тип самобеглой машины с педальным приводом. И именно к этому типу аппаратов был впервые применен термин велосипед. Его изобрел Пьер Мишо. Это тот человек, который впервые начал производить серийно. И именно с велосипедов типа Кастотряс появились термины серийное производство и заменяемость деталей. То есть к автомобильному миру это тоже имеет самое непосредственное отношение. К сожалению, именно те велосипеды, которые принадлежали царской семье, до наших дней не дожили. Но эти экспонаты являются тоже оригинальными того времени. А какие-то из них даже не подвергались реставрации. А вот этот велосипед, который вы видите сзади, он тоже имеет отношение к императорской фамилии. Это тот велосипед, ну и сказать аналогичный, с которого свой путь велосипедиста начал великий князь, цесаревич Николай Александрович, который потом стал Николаем Вторым императором. Вот аналогичный аппарат французского изготовления у него был. Сохранились дневниковые записи о том, как он на нем катался. И вот этот велосипед здесь можно увидеть и даже пощупать руками. Все экспонаты, представленные на данной выставке, так или иначе имели отношение к царской семье. Какие-то в большей степени, какие-то в меньшей. А некоторые и вовсе были сделаны по спецзаказу. Дело в том, что, как известно, наследник цесаревич, сын Николая Второго, цесаревич Алексей, страдал тяжелым наследственным заболеванием, гемофилией, несвертываемостью крови. Поэтому, соответственно, в своих играх он был очень ограничен. То есть боялись, что ребенок может травмироваться. И, в общем, что могло привести к самым, так сказать, печальным последствиям. Но поскольку он рос таким мальчуганом вполне себе бодрым в остальном и желал, в общем, тоже участвовать, так сказать, в каких-то забавах, долгое время его мечтой был велосипед. Но ездить на велосипеде классическом двухколесном ему строжайше запрещали. То есть его катал на велосипеде с багажником его дядька, ну, то есть воспитатель, боссман-деревенька. Но в 1912 году, видимо, посовещавшись с врачом, с доктором Буткиным, было принято решение, что для цесаревича будет приобретен трехколесный велосипед, который был более безопасным, нежели чем классический двухколесный. И вероятность, возможность травмирования была сведена, в общем, к минимуму. И вот был приобретен аналогичный велосипед, это английский аппарат. Данный образец изготовлен фирмой James в 1912 году. Что еще интересно, этот рецикл имеет механизм дифференциала, то есть как у автомобиля. Это, опять же, обеспечивало, так сказать, повышало надежность, устойчивость на поворотах такого велосипеда. И вот здесь вы можете видеть этот крайне редкий аппарат. Здесь же на витрине можно было увидеть государственные регистрационные знаки, которые вешались на велосипеды того времени, а также права на управление велосипедом. Ведь тогда для езды на такой технике требовалось разрешение, и нужно было сдавать экзамены. Как сейчас, в автошколах. Но время не стояло на месте. Технический прогресс конца 19-го, начала 20-го веков шагал семимильными шагами. Первый мотоцикл был запатентован в 1885 году. А уже спустя 10-12 лет несколько компаний выпускали их серийно и продавали уже по всему миру. Даже в Россию мотоциклы начали завозить еще с конца 19-го века. Естественно, императорская фамилия тоже не оставалась в стороне от этого нового веяния. Представители императорской фамилии участвовали в различных выставках, присутствовали. И одним из первых моторов, которые поступили по мотоциклетной тематике в императорский гараж, был именно трицикл фирмы «Кудель». Чем он интересен? В конце 19-го века было достаточно много мотоциклетных соревнований, выездов. Стоило это, конечно, недешево. Это было удовольствие для людей состоятельных. И в то время промышленность, сами конструктора искали какие-то оптимальные конструкции, формы. Некоторые из них прижились, некоторые отошли. И одной из конструктивных диковинок сейчас, но очень привычных на то время, были трициклы. То есть это был мотоцикл не на двух колесах, а на трех. Два колеса располагались сзади. Часто к нему еще прицепляли прицепку, как тогда называли, в которой сидел один или двое еще пассажиров, но это был именно прицеп. И именно вот на таком трицикле с прицепом великий князь Михаил Александрович совершал прогулки со своими сестрами, великими княжны. Уникальность конкретного экземпляра, представленного на выставке, заключается в том, что он был ввезен в Россию не сейчас, а как раз в то время. И спустя долгие годы оказался в политехническом музее. И именно такую модель начал одним из первых производить в России предприниматель Александр Лейтнер. Произошло это в 1898 году у себя на велосипедной фабрике в Риге. Позже он представил первый русский мотоцикл. Это был мотоцикл, который назывался, естественно, по имени его фабрики Россия. Выпускался в Риге очень небольшими партиями. До наших дней дожило всего, насколько мы сейчас знаем, два мотоцикла. Один представлен здесь на выставке, один сохранился в частной коллекции в городе Риге, в своей родине. Чем он интересен? Это был первый в Российской империи мотоцикл, произведенный, в общем-то, серийно, что важно. Сейчас бы это назвали отверточной сборкой. То есть комплектующий был немецкий двигатель марки Fafnir, сборная рама из велосипедных деталей, но производство уже в Риге. И этот мотоцикл продавался несколько лет. Потом фабрика Лейтнера как бы стала уделять, больше стала смотреть в сторону производства автомобилей, как ни странно. Продажи иностранных автомобилей, производство мотоциклеток свернули. Но выпавший из рук знамя подхватил московский предприниматель Юлий Меллер, который практически чуть-чуть позже начал выпускать тоже мотоциклы отверточные, как бы сейчас сказали, сборки, с двигателями фирмы «Моторэф» на своем заводе в Москве. Один из этих мотоциклов тоже сохранился до наших дней и тоже представлен на этой выставке. Это были уже десятые годы. И фабрика «Дукс» в Москве выпускала мотоциклы уже даже и в начале Первой мировой войны и поставляла их в русско-императорскую армию. Логично, что вся эта техника долгое время колесила по дорогам нашей страны, переходя то в другие ведомства, то в другие гаражи, а то и вовсе в частное пользование. А что-то банально разворовывалось. К примеру, криминальную, если так можно сказать, историю имеет один из главных экспонатов выставки – легендарный «Руссобалт», хранящийся сейчас в стенах Политехнического музея. Один из уцелевших экземпляров был спасен буквально чудом. В 70-х годах в рижском клубе следопытов автомотостарины подошел человек, который говорит, «Я готов вам за талон для покупки «Жигулей» продать, отдать «Руссобалт». Ну, на что люди, конечно же, не поверили, но решили на всякий случай пойти убедиться. Единственное, в подвале этого человека в 1939 году его отец, в то время работая в пожарной части, угнал этот автомобиль, разобрал и зарыл его просто в подвальном помещении, где он пролежал около 40 лет и потом был передан ребятам. Ребята, ну, разумеется, коллекционеры там, кулберс и так далее, они поддерживались правительством, дали эту контрамарку, человек был счастлив. На сегодняшний день стоимость такого автомобиля может быть и миллион, и два, и десять. То есть именно «Руссобалта», потому что они уникальны. На сегодняшний день, я повторюсь, их две штуки. Печальная правда заключается в том, что в нашей стране редко когда умели хранить свою историю, в том числе и автомобильную. Тем удивительнее, что сейчас публике предстают действительно роскошные и уникальные машины. Правда, многие из них, конечно же, приезжают к нам из Европы. Одними из ключевых экспонатов выставки являются, безусловно, Делане Бальвили – автомобили с характерной облицовкой радиатора в виде бочки. Эти автомобили когда-то были приобретены первыми в царский гараж. И роскошные кузова, которые вы видите, вот, например, с откидывающейся передней частью кузова, назывался он «Девиль» когда-то. Это очень дорогой кузов. Такие автомобили, подобные автомобили, безусловно, были в царском дворе. Здесь присутствует еще один Делане, который является фаэтоном кузовом. Такой тоже был в царском дворе похожий очень автомобиль. Но это очень интересно. И, конечно же, в России то, что такие автомобили стали возвращаться, это большой-большой плюс для всей нашей страны. Но если Делане – это штучная и премиальная машина, и, конечно же, она имеет к царскому гаражу непосредственное отношение, то все же история автомобилизации нашей страны начиналась не с таких моделей. Были и более доступные варианты, которые, кстати, тоже были в гараже императора. Как, например, этот, который числился за номером 3 среди ввезенных машин в нашу страну. Рядом с нами сейчас находится автомобиль Дэди Он Бутон. Начало века. Такие автомобили начали покупать состоятельные люди в самом начале века и забавлять людей в Одессе. Первый автомобиль был подобно куплен Дэди Он Бутон. Затем они появились на Невском и на Тверской. Разумеется, что автомобиль стал быстро любимой игрушкой многих людей, так скажем, автомобилистов и тех, кто любил технику. Один из них перед вами. Уникальность экспозиции данной выставки заключается еще и в том, что среди представленных машин, по большому счету, была всего лишь одна реплика. И это первый русский автомобиль Яковлева Фрезе, который был показан императору в 1896 году. Но эта машина была, в принципе, построена в единственном экземпляре и до наших дней, к сожалению, не сохранилась. Все остальные экспонаты – бережно отреставрированные оригиналы. Один из самых красивых экспонатов выставки «Мерседес», который выпускался на заре автомобилизма, скажем так, модель 28, которая имела более 5 литров объема двигателя и всего 32 лошадиных силы. При весе, который был, ну, несколько тонн, это точно. Автомобиль разгонялся до невероятной скорости по тем временам, наверное, 30-35 километров в час. Но автомобиль имеет очень богатый кузов для начала века и очень богатую отделку. Это для начала века – это такой эталон роскоши. Вот подобные по роскоши автомобили, конечно же, присутствовали в царском гараже. Ну, более уже, конечно же, модерновые, так как в 2007 году их закупали. Уже следующая генерация подобных «Мерседесов» оказалась в царском гараже. Приятно и то, что посетить выставку решили не только москвичи, но и поклонники старины и заграницы. Как, например, двое безумцев, приехавших сюда своим ходом из Германии на нашей 24-й Волге. Мы приехали из Восточной Германии, из местечка Гримма, что под Лейпцигом. Нам очень интересна русская техника. И вообще Россия в целом. Мы уже не первый раз приезжаем на эту выставку. Мы хорошо знакомы с вашим автопромом. Не понаслышке знаем про Зим, Победу, Зилы. В прошлом году, например, мы приехали на выставку на ГАЗ-66. В этом – на 24-й Волге. Нам очень нравятся Россия и русские люди. Нравится менталитет русских. В то время, когда между нашими странами напряженные отношения по вине политиков, мы хотим показать, что простые люди всегда рядом. Мы хотим показать, что наш народ готов пережить все передряги с вами, и мы готовы идти дальше вместе. Конечно, подобные выставки – это не просто демонстрация коллекций. Это целое культурное мероприятие, которое объединяет собой огромное количество людей, интересующихся историей, автомобилями и всем, что с этим связано. Поэтому в рамках «Олтаймер-галереи», как всегда, были и презентации книг, и ярмарка предметов автомобильной старины разных эпох, и, конечно же, масса предложений для моделистов. К сожалению, рассказать подробно обо всех экспонатах не представляется возможным из-за ограниченного эфирного времени. Но уже сейчас понятно, что эта «Олтаймер-галерея» стала самой яркой, запоминающейся за последнее время. Надеюсь, что и будущая выставка станет не хуже. Так что не пропустите.